Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Есть люди, которые не ради праведного познания, а по злобному намерению и тщеславию заводят споры. В Воскресном Евангелии, говорится, подсылают к Господу и Богу нашему Иисусу Христу законника, не с тем, чтобы научиться, но чтобы искусить его. И спрашивают, какая первая заповедь? Желаю показать, что они предлагают этот вопрос потому, что не имеют любви, но рабы своей злобы и снедаются завистью. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем разумением твоим, и сияясь первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Почему же подобная ей? Потому что вторая пролагает путь к первой и взаимно поддерживается ею. Ибо всякий, сказано, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. И в другом месте сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Обратите внимание, еще в древности тот, кто говорил, что нет Бога, был и воспринимался всеми как безумец. А что отсюда вас следует? Развратились, совершили гнусные дела. И еще корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, — говорит Господь. А из всех заповедей его главная заповедь — возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Итак, если любить Бога, значит, любить ближнего. Так как Спаситель сказал Петру, «Если ты любишь меня, баси овец моих». А любовь к ближнему имеет плодом своим хранение заповедей. Истинно сказано, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Будучи спрошен о первой заповеди, приводит и вторую, почти настолько же важную, как и первая. Этим он давал им заметить, из какого источника происходил их вопрос. То есть от злобы. Любовь не завидует. Таким образом, Спаситель доказал, что он повинуется и закону, и пророкам. Но почему евангелист Матфей говорит о законнике? Что он, искушая, предложил вопрос, тогда как евангелист Марк говорит обратное. Видя, говорит он, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. Тут нет никакого противоречия. Напротив, евангелисты совершенно согласны между собой. Сначала законник спросил его, искушая. Но потом воспользовался ответом Спасителя и получил от него похвалу. Спаситель не с самого начала похвалил его. Но когда законник отвечал, что любить ближнего больше всех всесожжений, тогда уже Господь сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. Потому что он, презрев низшие обязанности, постиг, в чем состоит начало добродетели. Весь ведь прочие обязанности все, как-то хранение субботы и другие, имеют целью любовь. Впрочем, Спаситель не присваивает ему совершенной похвалы, а показывает, что ему еще много не достает. Слова «недалеко от Царствия Божия» означают то, что он еще не достиг его. Исказано с тем намерением, чтобы он искал, чего ему не достает. Спаситель похвалил его, когда он сказал, один есть Бог и нет иного, кроме него. За что же он хвалит законника, когда он сказал, что кроме Отца нет иного Бога? Это не значит, что Иисус Христос не признавал себя Богом. Он и хвалит его за то, что он хорошо знает древний закон, чтобы таким образом сделать его способным к принятию учения и новозаветного, когда он открыто будет в приличное время. Кроме того слова, один есть Бог и нет другого, кроме него. Как в Ветхом Завете, так и в Новом приводится не в опровержение Божества, Сына Божия, а для того, чтобы отличить языческих идолов от истинного Бога, Любви и Света. Жизненные невзгоды человек привык воспринимать как испытания. И редко задумывается он о том, что Господь открывает нам новый путь, ведет нас по Нему, укрепляя вере. И эта вера делает нас только сильнее и человечнее. Антонину Фрунзевну Акопову знают в храме преображения Господня как добрую христианку и женщину с открытым сердцем. В празднике и в будни она спешит в храм, чтобы помолиться за тех, кого окружает своей заботой, кому прикипела всей душой. И речь идет не только о ее семье, но и о воспитанниках, малышах дошкольного возраста, которым не дано видеть мир в привычном его восприятии. Ведь у этих детей очень плохое зрение, а значит, их любознательность надо развивать иными способами. Антонина Фрунзевна проработала в специализированном детском саду дефектологом 41 год и использует эти навыки даже сейчас, находясь на пенсии. Основные занятия по развитию зрительного восприятия, когда создается зрительный образ. То есть со всех сторон рассказать о предмете, со всех сторон это все, и стихи читать, и рассказывать, и составлять предложения, и обследовать руками. И чтобы вот одна и та же тема прошла через все виды деятельности. То есть чтобы и через лепку, и через рисование, и через математику. Вот одна и та же тема, чтобы ребенка, вот действительно этот зрительный образ на всю жизнь был создан в голове. Вот что говорит в таком возрасте, вот об этом еще Лев Толстой говорил, что все это хорошо воспринимается до школы. То есть чтобы ребенок знал, где у домика окошко, а где может жить мышонок, надо прочитать ему не только сказку, но и дать в руки специальное пособие. Вот эту избушку из картона и мешковины Антонина Фрунзевна сделала своими руками. Дед, бабка, внучка, все в ней имеется. И все осязаемо, чтобы понять и увидеть душой. Родители детей благодарны Антонине Фрунзевне, да и она принимает их боль как свою. Ведь и сама переживала то же самое. И не скрывает, что без поддержки священника было бы ей в разы тяжелее. Так случилось, что у меня и дочка, и внучка с нарушением зрения, с таким серьезным. И очень им, конечно, в жизни помогли систематические занятия, вот это постоянное сопровождение и педагога, и психолога. И, конечно же, большую роль играет в этом духовник. Вот без помощи, без помощи, без помощи вот священнослужителей, без помощи прихожан храма, не выкарабкаться даже самыми высокими знаниями, самыми лучшими умениями. И я очень благодарна судьбе, благодарна, что вот все это воедино дает такие высокие результаты. Впервые Антонина Фрунзевна попала в храм преображения Господня, когда ей был год. Ее здесь крестили. А уже спустя несколько лет в этих стенах расположился военный госпиталь. Но и тогда это место сыграло в жизни Антонины Фрунзевны знаменательную роль. Ведь, будучи маленькой девочкой, она серьезно заболела. Мне было три годика, и приехала скорая помощь. И врач-женщина сказала, что хорошая такая девочка, жалко, что умрет, уже умирает. Выговорит, не отец, если вы не достанете пеницинин. И вот он достал. Опять-таки это место такое святое. И он пришел сюда, и ему Фрадкин, начальник госпиталя, дали ему пенициллин, пожертвовали. И вот такая была чудесная медицинская сестра, хирургическая, дали эту сестру, которая через каждые три часа меня колола. Все обошлось и почти забылось. И жизненный путь как будто бы шел, не пересекаясь христианской верой. Ведь время было такое. Коммунизм и атеизм сковали умы молодых железной догмой. Но ведь душе не запретишь верить. Я очень переживаю, что я училась в пединституте, напротив был Андреевский храм, и мы даже не имели возможности туда ходить. Мы изучали атеизм, и я теперь очень сожалею. Потом я училась в Ленинграде, и там кладбище, где Смоленское, где часовинка Ксения Петербургская. У меня мама Ксения, которая до сих пор, она уже усопшая, но она, я считаю, настоящий ангел-хранитель мой. Вот. И я у нее одна была, без отца росла. И вот так бы, я теперь думаю, почему я никогда не сходила к Ксении Петербургской. Никогда. То есть я училась в институте, получала второе высшее образование, опять сдавала научный коммунизм, все это учила, была староста группы. И потом вот это оцерпление уже тогда пришло, когда уже сознательный человек, уже взрослый, умный, где-то уже после его 30. А с Вирой и жить легче. Дочь подрастала, да и дети, которых она учила воспринимать мир всеми доступными способами, давно уже сами стали родителями. Сейчас Антонина Фрунзовна на пенсии, но ей до сих пор звонят из детского сада, чтобы дала совет или просто пришла в гости. Поэтому дорога в храм и на бывшую работу по-прежнему дают смысл жизни и наполняют ее христианскими добродетелями. Мне бы очень хотелось сказать, о ней какая христианка. Вот она, настоящая христианка. Что значит быть женщиной-христианкой? Вот главная характеристика женщины-христианки — это характеристика человека, которому можно сказать, вот она любит и любима. Это человек, который умеет любить. И человек, которого очень любят те люди, с которыми она соприкасается. Вот что я хочу сказать о ней. И она, конечно, в этом отношении настоящая, не хотелось бы сказать, типичная христианка, а вот настоящая христианка. Такими должны быть все христиане, несущими в свою жизнь неизреченную любовь по отношению к миру, в котором мы живем, по отношению к миссии, которую мы выполняем, к работе, которые приобщены, к любимому делу. И быть любимыми. Потому что человек, который любит, он не может не быть нелюбимым. Вот она такая. Ее любят дети, которых она воспитывает, и которых она учит. И делает она великолепно. Ее любят родители, потому что она заряжает своих родителей фантастическим оптимизмом. Ее любят ее дети, внуки. Когда она приходит в храм, в храмовое пространство, и когда она в храмовом пространстве, она активна. Став частью общины храма Преображения Господня, Антонина Фрунзовна воспринимает ее как семью. А с семьей можно разделить и горести, и хлеб насущный. Правда, что касается последнего, Антонина Фрунзовна больше предпочитает выпекать пироги. И делает это виртуозно. Так, что никто не откажется сесть кусочек шарлотки из рук, которые до сих пор ведут детей дорогою знаний. На сегодня все. Молитвами Богородицы Храни вас Господь! Молитвами Богородицы Храни вас Господь! Храни вас Господь!